Антон Вячеславович, если в нашей стране национальная идея, как бы вы ее сформулировали? Я считаю, что наша национальная идея... Хороший вопрос. Я же ее не сформулировал. Сегодня Владимир Владимирович Путин, выступая перед новоизбранными депутатами, сказал, что нашим главным врагом является бедность. Бедность людей, которые населяют эту страну, которые живут в этой стране, которые рождаются в этой стране и умирают в этой стране, в нашей стране, в моей стране и в стране Владимира Владимировича Путина каждый день. Я думаю, что национальная идея, которая могла бы объединить всех, это признание достойности богатства. То есть признание того, что богатство – это не грех. Что богатство – это не порок. Что богатство – это хорошо. И что богатому человеку нужно помочь сделать богатыми еще десять человек вокруг. не поделиться, не отдать, не раздербанить собственное богатство, а приумножить это богатство для того, чтобы оно распределилось на других людей вокруг него. Но я боюсь, что наша внутренняя зависть, наша лень, наше нежелание принять человеческое достоинство, абсолютно чужое человеческое достоинство, наше нежелание принять то, что деньги, как правило, являются заслуженной наградой, а не украденной, а не украденным чем-то, потому что мы привыкли к тому, что украсть проще. И на самом деле те люди, которые сейчас говорят про воржуликов, воров и так далее, это как раз те люди, которые сами с удовольствием бы жулили, сами бы с удовольствием бы украли, потому что они знают, что им так проще, они не могут поверить в то, что деньги можно заработать, они думают, что деньги можно только получить. Я думаю, что если бы мы признали, что деньги – это и есть национальная идея, богатство – это национальная идея, мы боимся сказать само это слово «я хочу, чтобы русский был богатым». Мы говорим, наша главная цель сейчас сделать так, чтобы русский не был бедным. И вот это очень странно. Я хочу, чтобы русские были богатыми, не зажиточными, не сытыми, недовольными, а богатыми. Я хочу, чтобы русские стали самой богатой нацией в Европе. И я хочу, чтобы перестали все бегать вокруг и кричать «мы живем в самой богатой стране». Мы не живем в самой богатой стране. От того, что у вас там 400 миллионов лет назад на территории вашей страны погибло бесконечное количество лесов, превратившихся в нефть или каменный уголь с газом, мы не являемся самой богатой страной. Потому что мы не производим достаточное количество товара, нужного на Западе, кроме этой самой нефти и газа, которые произвели трилобиты. Мы не трилобиты. Так вот, когда мы по-настоящему станем самой богатой страной, я смогу спокойно умереть. Я и так, в принципе, готов умереть каждый день. Но тогда я умру хотя бы с ощущением выполненной миссии. Субтитры создавал DimaTorzok